Альхамду лиллах, у нас новый вечер, вечер Рамадана. Машал, скоро Ифтар в гостях у платформы Академии Медина Асхат Хазрат. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Ва баракату. И мы, с дозволением Аллаха, сегодня опять погружаемся в смысл аят. Это хаддали, хаддалят. Бисмиллахи ва рахматуллахи. Ассалату ассаляму алейкум. Алия, мухаммад и алейкум. Уважаемые братья сердца. Ашхабду басит. Альхарах лафиком. Аллах, ва субханаля, чтобы в эти минуты, в эти часы, чтобы Аллах, ва субханаля, были доволены нам. Что при нашей посты и поклонении, чтобы Аллах, ва субханаля, посмотрел на нас. Сейчас взором удовольствия и больше никогда, чтобы на нас не гневился. Аминь. Сейчас сегодня хотели бы затронуть аят. Накфа, андаля, а я остановился у аята. Где Всевышний, субханаля, ва субханаля, ва субханаля, ва субханаля, ва субханаля, ва субханаля, ва субханаля. Будьте вместе с честными, с правдивыми. В первую очередь, те, кто честны с Аллахом, субханаля, искренне с Аллахом, субханаля, и с людьми. Это маклабудуневый, то, что Аллах просит от нас в этой жизни. А какая же она тичь, это судно-день в Ахарате. Субханаля, ва субханаля, говорит. Этот день, когда честным, правдивым, помогут их правды. Этот день, судно-день, величие, это судно-дня, вы знаете, это отдельно про это, описать мне судно-дня. В этот день честным, правдивым, поможет их честность, их правдивый. Поэтому Аллах, субханаля, также в Коране описывает и восхваляет людей для тех, кто правдивый, субханаля, говорит. Они мужчины, которые правдивы в том, с чем заключили договор с Аллахом, субханаля, и субханаля. Уважаемые братья, это почему я говорю братьям, и также пускай сестры послушают и поймут то, что слово риджайн в Коране, слово мужчины, во всем Коране, когда приходит, указание не на мужской род, а указание на мужчины. Когда говорится, вот этот вот мужчина, вот этот вот раджин, аль риджайн, аль риджайн. Аллах, субханаля, так описывает, вот эти мужчины, говорит. Вот они вот мужчины, потому что они правдивы, с Аллахом, субханаля, в том, в чем заключили договор с Аллахом. Как мы заключили договоры, как только мы сказали, аль-я-даллах, аль-разолома, кажется, свидетельствуем. На нас возлагаете пятикратная молитва, воплачиваемого заката, у кого есть Амаса, то есть те, кто воплачивают закат. На нас, клост в месяц Рамадан, на нас хадж. Если мы это все, ахамдуля, делаем, и ахамдуля, то значит, мы правдивы с Аллахом. Если мы оставили, значит, мы не мужчины, и мы не правдивы с Аллахом. поэтому мужчина не только у мускулы там 24 часа он в спортзале проводит мужчина не тот кто пройдет со Всевышним Аллахом и с людьми поэтому вот сейчас вот даже после, я на себе прочувствовал, хотел вообще Хабдурбас, я такой вот с братишкой, тут были позавчера в спортзале, просто в спортзал вышли очень сильно хотел спить и стоят там такие напитки в спортзале, вода, там же чай можно драть и заваривать, и так хочется, слушай, так хочешь чай, так хочешь добавить этой воды и говорю, Субханаллах, так хочется, думаю, что тебя запрещает просто данную точку взять и сделать, заварить себе чай, но ты в этом момент, например, я пощусь перед Аллахом я пощусь, и вот здесь, я говорю, брат мой, я говорю, я вот сейчас, говорю, понял этот хадих на практике, потому что вот каждое дело, которое человек делает ради себя, кроме поста, это ради меня и я сам его награжу, я говорю, нам ничего не стоит взять, заварить, черчать но однако мы терпим ради Аллаха, и тут именно в этот пост никак не может рия зайти по казухам, да, в другие дела, может, в намаз, там, в чтение Кур'ана, но однако здесь никак потому что вот ты можешь это взять или скрыться там где-то за углом, сделать, заварить но ты этого не делаешь, ради удовольствия Аллаху проявляешься, иншаллах, дай Аллаху быть нам правдивыми, саллаху, саллаху, атеалья, и мы должны понимать, уважаемые братья и сестры, потому что Проб Мухаммед, саллаху, побуждал нас и говорит, алейкум бис-сидк, фа-инна-сидк-ягди-илал-бир, во-инна-бир-ягди-илал-джанна ва-май-иза-на-вагжи-илал-яз-дук, ла-вай-т-хар-р-сидк, хат-та-я-к-табу-анда-ла-сиддик и человек будет говорить правду до тех пор, пока он запишет его, Аллаху, субхану-та-алла-как правдивым. Представляете, когда у человека берешь, например, там, хочешь спросить там о ком ты, и идешь к такому честному человеку, правдивому, достойному, справедливому, говоришь, что ты можешь сказать об этом человеку? Стоит ли мне с ним заниматься там бизнесом? Стоит ли мне с ним вкладываться? Дать ли мне ему долг? Если он говорит, за ним такая-такая-такая-такая-то там есть там черта, то есть он тут вот правдив, альхамдулля, то есть всегда берет, отдает вовремя и так далее, поэтому может смело. И этот человек легко, альхамдулля, дает, и легко ему возвращается, альхамдулля. А если человек говорит там о нем плохого, он обманывает, он может там уже не даешь. И тот человек себя неловко чувствует. А представляете, когда это дает описание, кто? Человек раб Аллах, а что говорит здесь Аллах, дает описание, что этот человек правдивый? И также наоборот, дальше в хадисе сказано, что человек, если обманывает, Пурак Саласан говорит, ни в коем случае не обманывайте, не будьте жесток, поистине обман, он приводит к греху, грех приводит в ад, и человек, насколько он будет истинно обманывать, у Аллаха запишет как обманщик. Очень такое, так скажем, никто бы не хотел бы, что его, так скажем, себя уважающий человек, вообще, мужчина, не хотел бы, чтобы в одном поговорить, что он как-то просто, такое унизительное, оскорбительное. Также, какие же плоды, в каких случаях, то есть, тамара, то есть, есть плоды у этого человека, который он правил. Первое, что он получает из того, что он честный с Аллахом, с людьми. Первое, рахат Абдамир. У него, его совесть чиста, он спокойно себя чувствует. Нет, у нас спокойно в душе. То есть, он идет, он никого не обманывает, он с Аллахом честный, поэтому он легко живет в этой жизни. Поэтому пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалам, сказал хадисы, которые, рауя имамы Тирмиды, где сказал, ассидку аттума'нина, сказал пророк Мухаммед, ассидку аттума'нина. Поистинной, правдивая честность это спокойствие. Второе, альбара'катев, касс. Баракат в том, что он зарабатывает в ризг. И Аллаh, субханом Далит, баракат, как сказал пророк Мухаммед, Субтитры делал DimaTorzok 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 Он сумасшедший, лишенный разума. И на что этот человек сказал, говорит, как вы можете говорить, говорит, что лишенный разума, говорит, это не она Аллаха, Аллах дам мне акул, и вы говорите, что лишенный, я не лишенный, я, говорит, правда. Они хотели под предлогом, потому что лишенный разума, чтобы его выпустили из термин. И Хаджач увидев это, в нем качество породилось, и говорит, Машал, за это качество я тебя освобождаю. И третье, много примеров, ну три примера хотя бы. Третий, имам Бухарин, когда видели, помните, когда я шел за хадисом, и видел, как один играл с даббой, то есть, виховым животном, как будто что-то у него в руке есть, хотел кого-то он накормить хотел, и она подходила, так, виховое животное, и он обманывал. Тогда он сказал, что у тебя что-то есть в руке, пшеной, что ты хотел накормить, говорит, нет. Он говорит, я пришел к тебе для того, чтобы у тебя взять хадис, от пророка Мухаммада, салаллаху, алейхи салам, и говорит, но однако, не я беру хадис, который я не знаю, что он говорит о Бахаим, и говорит, я не буду брать у того хадис, который обманывает животных, для животных. Это красивый пример для того, чтобы быть искренне честно. Уважаемые братья и сестры, в первую очередь, я самому себе это все говорю. У нас нет такого, знаете, что имам и остальные ученики, типа, вообще, хадубасит. Нас люди все видят с вами на экранах, какие мы читаем лекции и так далее. На драко мы все люди так же, мы ошибаемся, у нас есть эти качества. Я сам себе говорю, мы должны стараться быть похожи вот на таких подвижников, на таких имамов и так далее еще. Поэтому, как говорят всегда, не перестаю уставать говорить эти куплеты, где говорит, старайтесь быть похожи на таких праведников, на таких правдивых людей, даже если вы не являетесь ими, но однако стараться быть похожим на таких людей праведных, это уже есть успех. Всем чизакам, кто был с нами. Аллах, юбарик фейкум. Наши эфиры с Азхат Хазратом проходят по милости Аллаха каждый день. Только в пятницу, возможно, у нас будет окно. Вот так, иншалла, каждый день, не занимая многого вашего времени, минут 15, приходите к нам, иншалла, завтра и в остальные дни в 18.00 по Москве. Хазрат, чизакам, Аллах, юбарик фейкум. Саламу алейкум в рахматул.